Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем разбирать Великий Покаянный Канон Андрея Критского, и с вами Протерей Кирилл Иванов на канале с Попом обо всем. Сегодня мы с вами разберем несколько отрывочков из той части канона, которые читаются в среду на первой седмице Великого Поста. Помилуй мя Боже, помилуй мя, Погуби их первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу на госты ждусь, Помилуй мя Боже, помилуй мя. Вот как звучит этот отрывочек по-русски. Я погубил первозданную красоту и благообразие мое, и теперь лежу на гимн и стыжусь. О чем здесь идет речь? Речь идет о том, что человек был создан по образу и по подобию Божию. Образ в нас остался, а подобие практически исчезло после грехопадения. Человек был сотворен подобным Богу, но несмотря на это он должен был еще развивать в себе это подобие, как сад, о котором должен был заботиться, райский сад, эдемский сад. Точно так же он должен был и насаждать рай в своей душе. Он должен был возрастать в тех благих качествах, которые имеет Бог, в тех свойствах божественных, которые есть у Бога, должен был возрастать и человек, уподобляться Богу. И вот человек потерял это подобие, и теперь для нас с вами стоит задача либо уподобиться Богу в нашей жизни, возрастить в себе божественные качества, любовь, милосердие, забота о ближнем и так далее, либо наоборот стать подобными бесами, то есть либо богоподобными, либо бесоподобными. Вот об этом нам и говорит преподобный Андрей Критский. Он говорит нам о том, что мы должны заботиться не только о том, чтобы избавиться от греха, но чтобы стать подобными Богу. Многие люди говорят, ну а что, я вот и так хороший человек, добрый, зачем мне еще что-то, мне не нужна никакая исповедь, причастие. Беда в том, что Господь нас сотворил не такими, какими мы являемся. Мы обычно живем противоестественно, у нас есть страсти, пороки, может быть мы внешне чего-то не делаем, никаких грехов не совершаем, никого не убиваем, не воруем и так далее. Но в нас есть страсти, пороки, в одних одни, в другие другие зависть, злоба, раздражительность, похоть, гнев и так далее. Но даже если бы этого всего не было, все равно мы были бы не такими, какими нас сотворил Бог. Господь нас сотворил, как пламень. Мы должны быть, как херувимы, как серафимы, пламенеть перед Богом, гореть как факел, как огонь, как солнце. А мы, как говорили, головешка клеим. В лучшем случае. Вот об этом и говорит преподобный Андрей Критский. Он говорит нам, что мы должны восстановить вот это благообразие, первозданную красоту и благообразие. Вот к этому нас призывает Господь. Помилуй мя Божия, помилуй мя. Вся прежде закона притекши о душе, Сифу не уподобилась и еси, ни еноса подражала и еси, ни еноха приложениям, ни ноя, но явилась и еси у Бога праведной в жизни. Помилуй мя Божия, помилуй мя. Пробежавши взором всех живших до закона, увы, не уподобилась душа Сифу, не подражала и носу, ни еноху через переселение, ни ною, но оказалась бедную свойствами жизни праведников. Кого нам здесь вспоминает Андрей? Он вспоминает Сифа, родоначальника нашего. Мы с вами знаем о трех сыновьях, были, наверное, и еще сыновья, были еще и дочери у Адама и Евы, но вспоминает только Сифа, потому что Авель был убит Каином, Каиниты все погибли в потопе, и все, кто жил на земле, погибли в потопе, кроме Сифа, и вот кроме потомков Сифа, которым был Ной, Ной, его сыновья и жены. И вот именно от них населилась вся земля. То есть Господь оставил благочестивый праведный корень, чтобы он принес и благие плоды. Вот поэтому здесь он вспоминает Сифа, родоначальника нашего. Енос. О Еносе в книге Бытия сказано, в четвертой главе такие слова. У Сифа родился сын, и он нарек ему имя Энос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Не совсем понятно, о чем здесь идет речь, толковники разнятся. Очевидно одно, что что-то такое необычное, благочестивое произошло. Призывали имя Божие. Что значит призывали? Ведь люди знали Бога. Возможно, в это время началось какое-то общественное богослужение. То есть вот церковь, прообраз церкви, который сейчас есть на земле, появился тогда. Енох, как мы с вами знаем, был взят на небо, подобно тому, как был взят и пророк Илья за свою праведную жизнь. И они вместе придут по пророчествам, в частности Павла, тогда, когда Антихрист придет. И вот они будут обличать Антихриста. Енох и пророк Илья. Енох является образом мирского праведного человека, а Илья является образом праведного монаха. Вот таким образом Господь показал, взяв этих двух человек от земли живыми, невкусившими смерти, смерть они вкусят при Антихристе и воскреснут на глазах у всех. Господь показал таким образом, что два пути, монашество и брак, равночестны. Помилуй мя Божия, помилуй мя. Восстань и покори, як у Иисуса молика, плотские страсти и гаваниты, лесные помыслы, призно побеждающие. Помилуй мя Божия, помилуй мя. По-русски. Восстань, противовоюй с плотскими страстями, как и Иисус с амаликом. «Всегда побеждай, и гаванитян, обольстительные помыслы». Это удивительный прообраз из Ветхого Завета, из 17 главы книги «Исход». Мы его подробно разбирали в ролике «Ветхозаветные прообразы креста». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Здесь напомню, когда евреи встретились в пустыне с амаликитянами и была у них битва, то Моисей отправил Иисуса, своего ученика, как предводителя бороться с амаликитянами. А сам зашел на гору с Ором и Аароном, братом своим. И вот они держали его руки в виде креста, потому что когда он сам пытался держать руки в виде креста, воздевая их к небу, вот так вот он стоял, воздев руки к небу, и когда руки его опускались, амаликитяне побеждали. Когда он снова поднимал руки вверх, побеждали евреи. И вот Ор и Арон встали с боков от него, поддерживали его руки, и евреи победили амаликитян. В этом есть прообраз, прообраз креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, который является нашим духовным оружием, который мы побеждаем, как тогда амаликитян, теперь побеждаем дьявола. Иисус вел саму брань, как и теперь в новозаветные времена Господь наш Иисус Христос одолел, только не амаликитян уже, которые явились прообразами бесов и дьявола, побеждает самого дьявола, разрушает ад. И преподобный Андрей, вспоминая вот это событие, говорит нам о том, что мы должны пользоваться этим оружием, оружием креста и именем Господа нашего Иисуса Христа, Господи Иисусе Христе, помилуй мя, должны отражать от себя дьявольские прелоги, то есть нечистые помыслы. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яку спаслися Петра, возопивши, спаси, предварив мя спасе, от зверя мя избави, простер твой руку и возведи из глубины греховный я. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, подобно тому, как ты спас возопившего Петра, поспешивши и меня спаси, спаситель, простерши руку твою, избавь меня от чудовища и изведи из глубины греха. Здесь вспоминается то место из Евангелия, когда Господь приблизился к лодке, в которой находились ученики, по воде, а Петр сказал, если это ты, Господи, то повели и мне прийти к тебе по воде. И вот Господь говорит, выйди из лодки и иди ко мне. Петр вышел из лодки и пошел по воде ко Христу. Он не убоялся волн, которые тогда воздвязались, но поскольку подул сильный ветер, ветра вот он испугался и начал тонуть, испугавшись ветра, и закричал Иисусе Христе, спаси меня. И тот подал ему руку, Господь наш Иисус Христос, подал ему руку и вытащил его из воды. И вот это такой образ, который часто используется и преподобным Андреем, и батюшками в проповеди. Иносказательно. Нас с вами тоже, как вот некая буря, как ветер, как ураган, одолевают нечистые какие-то помыслы, какие-то похоти, какие-то страсти. Мы сами не можем с этим справиться, мы обязательно в этом утонем, в этом бурном море страстей, и похотей, и помыслов. Но когда мы призываем Христа, то Он подает нам руку свою и вызволяет нас из этой бури, избавляет нас от потопления. Вот, дорогие друзья, дай Бог, чтобы и в нашей жизни, начиная с этого великого поста, всегда был Христос, который подает нам руку и избавляет нас от нечистых помыслов, похотей и страстей. Дай Бог вам божественной помощи. Храни Господь.